Песня 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 ПЕСНЯ 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 Нечистый, непорочный, не обогласимый, не обжидел. Молись, простите душой, не обжидел. И вонос, Боже, повелиться милости Твоей. Молитесь, услышали, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ещё молимся, а упокали душ усопших на Бог Божий. Крис напоминает Бога Убиенного Николая и Раву Божий. Крис напоминает Бога Евгения Александра Антонина Анны, Анны Николая Антонини и Нины Константина, одеждая за патриарха Алексея. Прис напоминает Бога Николая Марх и Николая Моленцы Деоргия, Валентина Анатолия Нина Томара Виктора, Николая Инлии и Валерия Александра Димитрия, Елены Александровичها и Анны Коркина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Вспоминает его, вспомнит не только его творчество, но и вести его жизненного пути, которые сформировали его тем человеком, как мы его сегодня сами знаем. Важно, дорогие, понимать, что всякий человек меняется из года в год. И Николай Светланович не являлся исключением. Вы, особенно знакомые с его творчеством, люди прекрасно знаете, что особенно последние шесть лет его творческих усилий были исполнены духовностью. Один из поэтов называет его человеком с христианским сердцем. И эти слова от себя лучше характеризуют его, показывая, что он на самом деле нес внутри себя свет этой божественной истины. Мы с вами прекрасно знаем, что он был воспитан благочестивой в христианской семье, в которой должное время и внимание удивило именно духовному воспитанию своих детей. И Николай был из человеком набожным, но однако его вера усилилась во время его служения в армии, во время войны, в которой он прошел и получил задумывались два георгийских христа. Именно там он рассуждал о вечности. Именно там он приблизился к пониманию того, что дает Бог человеку в его жизни. Нам он известен и как этнограф, и как человек, открывший нам Африку для нашего современного человека, русского человека. Но в первую очередь он остается в нашем сердце человеком, который осмыслил себе тот новозаветный заход, что принес на землю Христос. Последние труды поэта исполнены слов, таких как «Бог», «Душа», «Небо», «Вечность». Это говорит о том, что рассуждение его и поиск его этой правды и этой истины правильным духом восторяли в небо. Он искал ответ на вопросы, которые мучают многих людей, живущих на земле. И, пожалуй, оказался к ответу на эти вопросы ближе, чем многих из нас. Ощутив подлинную необходимость жизни в Боге, он остался верен в своем призвании и во времена атеистической власти, сверху швейцарский режим. Тогда, когда глумились над церквями и скидывали кресты с куполов храма, Николай Степанович набожно останавливался на площади крестинца, глядя на разрушенный Божий храм. И, конечно, это не могло нравиться ни людям, ни вновь пришедшая власть. Но, вспоминая его сегодня, дорогие, подивившись в первую очередь его твердости и стойкости. Удивившись, что человек за свои убеждения, за свои взгляды, за свою твердую гражданскую патриотическую позицию отдал свою жизнь. Тем самым вдохновляя нас сегодня живущих на подражание себе. Как бы хорошо, чтобы этот урок усвоило сегодняшнее молодое поколение. Современная молодежь, дети и подростки, которые воспитываются на совершенно иных идеалах, которые не имеют должных примеров и авторитетов для подражания себе. А потому мы видим тот крах, в который катится современное общество. И если мы сами сегодня не воспитаем своих детей, не научим их жить и отстаивать свою правду, как это делали наши великие предки, то, дорогие, братья и сестры, грошится и наша на земле жизнь. Господь открыт нам истину требует от нас твердости. Он ждет от нас стойкости. Он ждет, что мы будем верить не где-то там, в глубине своего сердца, в глубине своей души, что наша вера изменит нас, сделает нас теми, кто мы есть на самом деле. И именно эта подлинная вера, дорогие, является отображением сущности человека, его личности, его внутреннего яра. Мы сегодня молились за упокой усопшего поэта, что Богословь простил ему, как и любому другому человеку, жившему на земле, те прегрешения, которые он совершил. И сегодня многое повторялись слова молитвы, что один лишь Бог из греха. А значит, действительно, наша помощь друг другу, молитв друг за друга является самым важным средством, которое мы можем проявить свою любовь. Что мы еще можем сделать доброго ради памяти поэта? В первую очередь, дорогие, помнить о нем молитвенно, испоминая его, открывая его сборники, молиться за упокой его бессмертной души. Но и не менее важным, особенно для того, чтобы наседать, является знакомство окружающих нас людей, и особенно молодежи с его творчеством, с его взглядами, с его мировоззрением. Мы должны, дорогие, заразить своей любовью и своим интересом к нему окружающих нас людей так же, как заразились ей сами. Мы должны постараться привлечь к его жизни, к его наследию, как можно большее число людей, чтобы не только в дни юбилея, не только в дни памяти, каковыми являются рождение или кончина, мы собирались на памятные торжественные мероприятия, но чтобы помнили о нем и в течение всего календарного года. Ведь человек жив, жив до тех пор, пока его помнят, пока его любят и пока его ценят. Я желаю, дорогие, сегодня благотворно провести этот творческий вечер, чтобы все то, что сегодня запланировано вами, вам удалось совершить. Я желаю вам за сегодняшний вечер излить друг другу чувства совместной любви к поэту, для того, чтобы эти чувства объединили нас. В одном из своих размышлений Николай Степанович говорил о том, что именно единение открывает нам Бог. И он был абсолютно прав, потому что подлинное единство есть только в Боге. И объединяясь ради любой благой цели, мы учимся нивелировать свои разности ради одного единого общего дела. Так постараемся, дорогие, воплотить в жизнь то, чему он нас призвал. Постараемся жить так, как он в своих наставлениях и стихах завещал каждому из нас. И тогда, дорогие, его память, его имя будет написано золотыми буквами не только в наших сердцах, но и в истории нашего края, но и в истории всего нашего Отечества. Убокой Господи, душу усопшего раба Твоего, и створи ему вечную память. Аминь. Пожалуйста, если без желания фотографии, вообще давайте сделаем. Ну, тоже туда привезли. Пожалуйста. Друзья, можно тоже сфотографировать? Я знаю, что... Кто-то должен командовать, там, раз, два, три, чтобы все понимали, что мы снимаем. Давайте я скомандуем. Так, все, кто снимает, все готовы снимать. Кого палец на спусковую ключ? Так, внимание. Сейчас человек не обращает. Извините. Так, внимание. Все готовы снимать? Все? Все готовы. Внимание. Три секунды. И раз, два, три. Готово? Еще раз. Хорошо. Давайте еще. Так, еще раз. Командуем. Раз, два, три. Снимаем. Готово. А можно попросить вас в ответ? А то мы все будем за... Давайте еще съемку. Я не могу наставить. Так. Ну, давайте еще раз. Я командую. Внимание. Готовимся к съемке. Так, готовимся к съемке. Внимание. Снимаем. Готово. Можно еще раз. Господа, послушайте оператора, пожалуйста. Выберите 100 лет после дня рождения Николая Степановича. Селекционный. И как? Стоит третью. А, в 135-летие все-таки вывели, да? Стоит не рождение. Не со дня. А, в 135-летие. А, в 100-летие со дня рождения. Можно, поделать 35 лет назад вывели. В 100-летие со дня рождения. И в 135-летие со дня рождения они вывели селекционный куст, который называется Николай Гумилев. Вот присутствует здесь Ирина Федоровна. Она привезла этот куст. Из Москвы он приехал. Это первый в России куст. Который называется Николай Степанович Гумилев. И мы сейчас его посадим здесь у нас. Потому что он достался нам, в Силовсом. Так, это, скажем, предположительно в границах современного города Силовска и Силовского района. Николай Красиль. В наших душах вечное. В отчеством, вдохновением и всем самым чистым. В душах каждого родственного человека. Не начинайте митинг, дайте поддержку. Ну да. Поработайте. Каня Николаевич, вам сказать нам слово. Благословен Бог наш, всегда, ныне пресно, и во веки веков. Благословен Бог наш, всегда, ныне пресно, и во веки веков. И еще молимся о упокоении души усопшего раба Твоего, приисто поминай Богу убиенного Николая, и ой же проситеся ему, всякому прегрешению, больному же и невольному. Господи поминай, Господи поминай, Господи поминай, я, когда Господь Бог учинит душу Его, ведь уже все праведние упокаяются. Господи поминай, Господи поминай, Господи поминай, милости Божие, Царство Небесное, и оставление грехов Его, у Христа Бессмертного Царя и Бога нашего просим, и Господу помолимся. Божий духов и всякие плоти, смерть поправлен и дьявол упразднив и жизнь, миру Твоему даровавый, сам Господи упокоит душу усопшего раба Твоего, приисто поминай, Бога убиенного Николая, вместе светлее, вместе злаще, вместе покойнее, а там нет уже отбеже болезнь, печаль и воздыхание, всякое согрешение, содеянное им, словом или делом, или помышлением, я, когда благи и человека любит Бог, прости, я, когда нет человека, который жил бы и не согрешил, ты будешь кроме греха, правда Твоя, правда вовеки, и Слово Твоя истина. Я, кто Ты, Иси, в воскресенье и жизни покой, усопшего раба Твоего, приисто поминай, Богу убиенного Николая, Кресте Божий наш, и Тебе, Слово Сылае, за безначально Твоем осе, и Пресвятым и Владимир, животворящим Твоим Духом, в минии, пресно и вовеки реку, и мудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас! Слабо Тебе, Христе Божий, упованье наше, слабо Тебе! Живыми и мертвыми обладая воскресы, из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитый при чистой своей матери, преподобных и богоносных отец наших, и всех святых, душу, а нас предстотавшегося раба своего, приз напоминаемого убиенного Николая, с праведными учених, в небе коврамных упокоит, а нас помилует и спасет, яка благ и человека любит, в блаженном успении, вечный покой.